Другим темам. Пойманные дважды. В этом году в регионе возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Согласно новым правилам, нарушителей теперь лишают не только прав, но и свободы. Сколько автолюбителей уже предстали перед судом, чтобы другим неповадно было, знает Алия Арзаева. Рейды по выявлению водителей в нетрезвом виде проводятся регулярно. Ведь все чаще виновниками дорожно-транспортных происшествий становятся именно они. Но это не единственная мера. В этом году вступили в силу новые поправки к правилам дорожного движения. Нетрезвых водителей и рецидивистов ждет уголовная ответственность. В Новосибирске уже есть прецедент. Судья приговорил нарушителя к восьми годам колонии. Здесь учитывается повторность не только управления в состоянии опьянения, но также невыполнение законного требования сотрудника, полномоченного сотрудника о прохождении медицинского свидетельствования либо совершения дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения. С начала действия закона уголовные дела возбудили против 700 водителей. В 134 из них уже вынесли приговоры. Наказания строгие. Штраф от 200 до 300 тысяч рублей принудительной общественной работы и до двух лет лишения свободы. Судимость отразится и на карьерных возможностях. Гражданин, имеющий судимость, либо аннулируется, либо при подаче заявления на желание стать частным охранником статуса получения частного охранника, либо приобретение оружия, ему отказываются в связи с имеющей судимостью. Сегодня каждое 12-е ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. С начала года 190 аварий, 22 погибших. Как признаются сотрудники госавтоинспекции, уголовное наказание поможет убрать с дороги злостных нарушителей, которые садятся за руль даже после лишения прав. А изменит ли новое законодательство печальную статистику, покажет время. Алия Арзаева, Александр Егоров, Новости ОТС.